здравствуйте дорогие друзья на связи дмитрий николаев и я приветствую вас всех на своем канале сегодняшнем обзоре мы поговорим о самом простом способе установки виджетов с персонального компьютера в телевизоры samsung с помощью программы smart installer и естественно до того как устанавливать виджеты от сторонних разработчиков на телевизоры samsung все должны знать что у вас должна быть создана учетная запись develop кто еще не создал ее вот пожалуйста ссылочка на этот урок прежде чем устанавливать виджеты создавайте учетную запись после чего возвращайтесь к нам к этому уроку ну а у кого уже установлена эта учетная запись создана и пожалуйста скачивайте эту программу к себе на компьютер по вот этой ссылочке которая будет в описании под этим видеороликом то есть ввожу эту ссылочку вставляю и скачиваю саму программу с яндекс диска нажимаю кнопочку скачать и вот уже она скачалась она всего-то 317 килобайт вот она программка скачалась к нам на рабочий стол и после чего нажимаем правой кнопкой мышки и выбираем распаковать архив или извлечь эту папку я выбираю извлечь в smart installer и так вот уже распаковался наш архив открываем эту папку с ним и тут находится три файлика значит первый файлик это инструкция о том как это все делается и описание вот этот запускной файлик smart exe это инструкция пользователя и веб-сервер от ивана курченко нас сейчас интересует вот этот файлик с помощью которого мы будем запускать наш сервер так я нажимаю на него соглашаемся с этим и вот сразу идет предупреждение о том что у меня восьмидесятый порт занят такое может быть и у вас это может быть как и skype так и другие разнообразные программы попытаться освободить порт нажимаем да вот сейчас у меня прошло уведомление что сработала ошибка то есть что нужно сделать мне нужно сейчас перезагрузить свой компьютер после чего вновь будем запускать этот сервер и еще хочу предупредить перед перезагрузкой о том что в основном если у вас включен бренд мауэр windows в самой операционной системе он как правило обычно блокирует подобные программы поэтому или добавьте эту программу сервер в список его исключений или полностью отключите бренд мауэр хотя бы на время установки и синхронизации приложений и виджетов для нашего телевизора у меня же бренд мауэр все время отключен то есть он находится в панели управления и вот эта самая вкладочка бренд мауэр windows где у меня он отключен включение и отключение происходит через вот эту вкладку хотя бы на время отключите чтобы потом не искать где эту программу найти в списке исключений ну а я пока перезагружаю свой компьютер и так перезапуск компьютера у меня произошел явно открываю эту папочку и запускаю этот файлик то есть все теперь больше у меня ошибку не выдает и для синхронизации приложений виджетов мне нужно в телевизор вводить вот следующий айпи адрес но единственное что у меня тут нету ни одного приложения поэтому при вводе вот этого айпи адреса мне ничего не установится для этого сюда же нужно с интернета скачать какие-нибудь себе виджеты давайте скачаем виджеты несколько виджетов из интернета пока нажимаю окей закрываю и открываем браузер где у меня уже открыт вот прекрасный сайт где находится виджеты которые также разбиты по сериям наших телевизоров то есть выбирайте серию своего телевизора и скачивайте виджет у меня же d серия телевизора я нажимаю вот на вот эту ссылочку и мне показаны виджеты которые сто процентов подойдут к моей серии телевизора ну давайте для эксперимента я скачаю вот картина тиви тут есть описание и вот кнопочка скачать после чего сразу виджет скачен давайте еще я скачаю виджет fs2 нажимаем скачать виджет скачан и еще скачаю ford мод виджет последней версии и нажимаю скачать вот они все три находятся у меня на рабочем столе так как загрузка с интернета у меня назначена на рабочий стол вы же находите их в папке куда назначена скачка с интернета в вашем браузере я просто их отсюда выделяю вот так вырезаю и вставляю вот именно в эту папку после чего запускаю вот этот файлик пусковой и мне вновь выдает индивидуальный ip адрес который мне нужно вводить в своей серии телевизора прежде чем я сейчас перейду к своему телевизору и буду вводить вот этот ip адрес в специальное окошечко хочу предупредить всех у кого установлены уже виджеты от сторонних разработчиков что они в вашем телевизоре будет удалены а вот эти три которые вот например и сейчас буду ставить я установлены то есть не путем добавления а путем идет замены так что если вы желаете чтобы в телевизоре были виджеты которые вам нравятся которые у вас уже есть поэтому пожалуйста их также скачивайте с интернета и устанавливайте одновременно все вместе их вот с помощью вот этой программы и так переходим к своему телевизору так я перешел к своему телевизору у меня телевизор серии d после того как я покажу куда именно вводить вот этот ip адрес который выдала нам эта программа сервер smart installer также будут запущены инструкции для остальных серий телевизоров это будет уже после того как я покажу и действительно ли установится виджеты итак переходим к своему телевизору я уже перешел и нажимаем на кнопочку на пульте smart hub входим в smart tv после чего я естественно захожу под своей учетной записью что и вам сразу советую сделать то есть у меня вот уже создана учетная запись develop я нажимаю вход в моем случае я нажимаю на синюю кнопку d настройки перехожу в раздел разработка и вот как раз вот это что нам нужно это настройка ip адреса сервера и сюда я ввожу именно тот ip адрес который выдала мне эта программа сервер в моем случае это 192 168 173 201 у вас это будет наверняка совсем другой ip адрес поэтому именно этот ip адрес не повторяйте нажимаю на пульте enter и выбираю теперь раздел синхронизация приложений пользователя и сейчас идет подключение к моему серверу на персональном компьютере и вот эти самые три виджета которые я скачал с интернета и закинул в папку с виджетами как раз сейчас и устанавливается ко мне на телевизор вот они все установлены я выхожу отсюда 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 выхожу со своей учетной записи develop и выхожу полностью со смарт-тв после чего все делаю обратно захожу в смарт-тв смарт хаб вхожу в учетную запись develop и после чего перехожу вот сюда где вижу вот эти все три виджета от сторонних разработчиков у меня установлены уже давайте какой-нибудь запустим например fs2 и так виджет запустился прекрасно запустился виджет где-то давайте для эксперимента какой-нибудь запустим фильм выберу небольшого размера и запускаю ну то есть видим что что фильм нормально запускается сейчас я попробую перемотка перемотка работает все нормально работает давайте я попробую какой-нибудь еще виджет запустить ну какой-нибудь раздел давайте вот этот раздел запущу вот этот фильм и посмотрим насколько хорошо идет видео в этом виджете все нормально идет я уже вижу по полосе загрузки в правом нижнем углу и все нормально воспроизводится как и в предыдущем виджете ну и давайте последний виджет который я установил это картина тиви запускаю его ну и также он хорошо открывается единственное что картина тиви требует ввода логина и пароля так как это видимо платный какой-то виджет я его не знаю ну собственно говоря можно узнать об нем в интернете но дело сейчас не в самих виджетах а в вот этой установки самой простой установки с персонального компьютера виджетов на наши телевизоры фирмы samsung на этом заканчиваю пользуйтесь и этим сервером с помощью которого точно так же удобно устанавливать виджеты для ввода айпи адреса в моделях телевизоров samsung и серии нажимаем на кнопку tools на пульте открывается раздел сервис в нем выбираем настройки далее разработкам ставим галочку принимаю окей далее кликаем айпи адрес сервера после чего в появившейся окне вводим айпи адрес который нам выдала программа сами виджет далее переходим в синхронизацию приложений пользователя и нажимаем вот после чего идет процесс синхронизации и установки виджета по окончании также как и на моем примере выходим из smart tv и после чего заходим в него установленные виджеты появляются в конце списка всех приложений и виджетов и так для установки на телевизоры samsung f серии для того чтобы вызвать окно для ввода айпи адреса на пульте нажимаем smart hub внизу по центру страницы нажимаем дополнительное приложение на открывшейся странице в правом верхнем углу заходим в меню параметры где выбираем пункт айпи адрес появившимся окне вводим айпи адрес который нам выдала программа семью виджет если ввод трех цифр первых не виден продолжаете ввод телевизор распознает их автоматически далее переходим в пункт smart app sun и нажимаем вот идет процесс синхронизации и установки виджета после окончания выходим из smart хаба и снова входим в него установленные виджеты появятся на основной странице smart tv или же на вкладке дополнительное приложение для вызова окна ввода айпи адреса сервера в телевизорах эйдж серии 2014 года мы должны зайти в smart tv при этом нажав на пульте на кнопку smart хаб после чего направляем синее поле луча пульта на одно из приложений и нажимаем центральную кнопку крестовину пульта и удерживаем ее до появления меню синхронизации в появившемся меню выбираем айпи адрес после чего нажимаем вот далее появится окно для ввода айпи адреса вводим айпи адрес который выдала нам программа сами виджет то есть вводим все четыре группы цифр подтверждая каждую нажатием центральной кнопки крестовины на пульте после того как вы ввели айпи адрес заново удерживаем эту же кнопку снова вызываем меню синхронизации и уже сейчас выбираем пункт смарт юзер сунс и нажимаем вот начинается установка виджетов и после окончания установки и синхронизации появится соответствующая надпись и они будут установлены или на основную страницу smart tv или на дополнительную после чего вы должны так же как и во всех моделях выйти из смарт тиви и зайти в него на этом все с вами был дмитрий николаев кому нравятся мои обзоры ставьте лайки подписывайтесь на канал всего всем хорошего до скорых встреч спасибо что досмотрели это видео до конца подписаться на мой канал можно прямо отсюда нажав на вот эту кнопочку подписаться или с главной страницы моего канала как показано вот тут делитесь пожалуйста этим видео роликом в социальных сетях со своими друзьями как также показано вот тут перед вами плейлисты на все мои ролики выбирайте и интересующий вас раздел нажимайте на него и вы перейдете к полному списку всех моих видеороликов с вами был дмитрий николаев всего всем хорошего до скорых встреч